всем привет ребята с вами оператор прайм и сегодня я хочу снять на канале операцию черный орел и так все моменты все миссии которые надо выполнить и где смотреть потому что ко мне приходили на стрим вот и говорят а что там непонятно где ножа и где операцию то есть люди даже не понимаешь что надо зайти на сайт и где смотреть поэтому первую очередь заходим на сайт к себе ну то есть вы там в личный кабинет там и видно что надо выполнить спецоперацию черный орел она в новостях есть и так видно в общем понятно дальше ребят что для этого надо попали вы на сайт вы находитесь прогресс спецоперации она закончилась через 89 дней 18 часов вот в дальнейшем переходим ребят в миссии нажимаем миссии и вот только что у меня стрим был и я выполнял миссии убийцы 16 миссий здесь еще тоже вроде по 16 миссии ребят в каждый из этих если не ошибаюсь по 16 миссии и последняя мига она пока не показывает после того как все откроете вы потом уже покажешь сколько там и что ладно перейдем к этого нажали вы на миссии ребят и у вас появляется вот список ваших миссий которые нужно выполнить и вот начинаем читать первая из миссий ребят самое главное что читайте все внимательно режим без ограничений то есть это означает что вы можете его пве в пвп и столкновение выполнить попасть 40 раз по технике противника идет прогресс то есть вы не за раз в одном бою должны пропасть а в общем там за 23 боя 40 раз по противнику выбирайте подходящую технику там может быть с автопушек короче хорошо попадать я лично выбирал там был выбирал вот что-то вроде это в общем легкую тем более класс техники не забываем про класс техники напоминаем вот эти значки это означает класс техники плохо одно что здесь не написано какой класс техники вот все должны догадываться что это за класс техники вот потому что некоторые вообще не у курсах куда что и как поэтому я вот и объясняю вот все попали дальше выбирайте следующую миссию у меня она не сразу обновилась то что только-только стрим закончил и в течение двоих боев где-то так обновляется информация ребят что у нас есть у нас тут следующая задача в пве уже выполнить уничтожить 10 машин противника имея запас прочности менее 50 процентов это кружочек означает что на ббм в общем вот эти фишки внимательно смотрите что и как и выполняли лично на сфинксе выполнял и в принципе сейчас он обновится и закончится следующая миссия ребят нанести 2000 урона противнику так звонят нанести 2000 единиц урона противнику с дистанции менее 150 метров тоже по прогрессу все это не за раз следующая миссия нанести 1000 единиц урона противнику тараном можно выполнить столкновение ребят самое оно это в столкновении за таранить там какую-нибудь там дырявую ббм q и все остальное какой-нибудь максимальный танк который разгоняется хорошо таранить дальше сражение в режиме сражения пвп класс техники без ограничений можете на любом ездить попасть в топ-10 пве или в топ-5 пвп по урону следующая миссия у нас уничтожить 50 машин противника находящихся в движении дальше нанести 10000 единиц урона противнику более высокого уровня обратите внимание это не за один бой 10 косарей за один бой никто там максимум статисты я там могу еще кто-то там ребята стоповых альянсов могут то есть чтобы вы не пугались потому что некоторые думают что надо за один бой 10 косарей внимательнее смотрите дальше уничтожить 25 машин противника находясь в движении уничтожить 50 машин противника находящихся в движении дальше уничтожить 40 машин противника находящихся в движении 15 машин противника тараном опять же столкновение пвп нанести 70 косарей урона обезвиженному противнику То есть здесь лучше ставить на каточек в ПВЕ и 70 косарей вообще на изи можно настрелять. Дальше нанести 3 косаря урона противнику в одном бою со скрытой позицией на ИТшке вроде. Не, это ЛТ. Дальше нанести 80 тысяч урона противнику с дистанцией более 300 метров. И следующее нанести 6000 единиц урона противнику более высокого уровня в одном бою. И получите жало Блэк. Вот вот такой танчик. Дальше, ребят, погнали. Миссия разведчика. В разведчиках у нас есть самое первое. Это помочь в уничтожении 10 машин противника. Обнаружить 15 противников. То есть просто вылетаете, как потерпевший. И просто светите. Умираете и уходите в ангар. Мой совет. Или просто в ПВЕ заходите и подсвечиваете. Что-нибудь такое берете с подсветкой и светите. Дальнейшем. Что у нас? Уничтожить 10 раз гусеницу на машине противника. Стреляете и все. Дальше отразить 3000 единиц урона. Надо будет потанковать. Берете что-нибудь с башенкой. Такой более-менее танкующей. И как-то там вы танковываете. Тем более без ограничения режима. Советую в ПВЕ пойти. Столкновение. У нас тут нанести 8000 урона противнику. Более высокого уровня. Дальше помочь в уничтожении 6 машин противника. В одном бою. Дальше получить 5 значковых маскировщиков. За один бой. Попасть в 5 раз. Топ 5. По показателю помощи в убийстве. Результаты боя. Получить 3 значка защитника ребят в ПВП. Нанести 20000 урона противнику со скрытой позиции. Вот как раз мне сегодня на стриме об этом говорили. Теперь я вот дошел и вижу что миссия выполнима. Так как это миссия в ПВЕ. Сегодня я на стриме на сфинсе 30000 дамага нанес. Поэтому 20000 для меня лично на изи. То есть вот и считайте. В принципе за раз могу выполнить эту миссию. Дальше. Скрыть 20 союзников от врага за дымовой завесой. Надо будет ездить и пшикать. Всех спасать дымовой завесой. Дальше. Помочь в уничтожении 8 машин противника в одном бою. Вот. Следующее. У нас 10 раз в топ 1 по нанесенному урону попасть в ПВЕ. Это вообще тоже на изи. Отразить 7000 урона за один бой. Ну вот это будет как бы. Ну хотя да. Здесь ПВЕ тоже в принципе можно. Можно будет подставляться. Выбрать какой-нибудь танчик с башни и танковать. И здесь у нас последнее. Помочь в уничтожении 7 танков противника в победном бою. Не получи урона, ребят. И получите вы БМД-2. Довольно такая машина уже серьезная. На которой можно будет что-то поформить. Дальше. Переходим к колонке Мерсия Диверсант и диверсируем. Диверсируем мы. Миссия нанести 8000 единиц урона противнику с дистанции имени 150 метров. Дальше. Вывести из строя два двигателя машины противника. Тоже все реально. Нанести 1000 урона единиц противнику тараном. Класс техники без ограничения. Миссия без ограничений. Мы уже опять же в столкновении. Уничтожить 10 машин противника. Имея запас прочности имени 50. Такая задрорская миссия конечно. Но ПВЕ выполнимо. Нанести 5000 урона противнику с дистанции более 3000 метров. Ребят. Дальше у нас. Вывести из строя 15 членов экипажа противника. Без ограничений. Считаю в ПВЕ уходите и там всех калечите. Дальше. Уничтожить 10 машин противника находящихся в движении. Ребят. Поэтому вот тут конечно вот это вот скорее всего придется как-то как-то не знаю ее выполнить. Потому что с рождения в ПВП еще 10 машин противника находящихся в движении. Уничтожить. То есть в одном бою это я даже не знаю как это. Надо идти на какой-то в 3-4 уровень чтобы все передохли. И самому там надо будет как-то убить 10 машин. Выбирать световую машину которая светит за сотни километров и самому валить. Дальше. Уничтожить 15 машин противника находящихся в движении. Нанести 10 тысяч урона и днис урона по противнику скрытой позиции. Нанести 15 тысяч днис урона по противнику меньшего уровня. Вывести из строя 3-х членов экипажа противника в одном бою. Можно нанести 50 тысяч урон безвиженному противнику. Опять же это прогресс не за раз. Сколько боев отыграли, сколько получилось, сколько будет прогресс продлеваться. Дальше. Нанести 10 тысяч единиц урона по противнику с дистанцией меньше 150 метров в одном бою. Нанести 6 тысяч единиц урона противнику более высокого уровня в одном бою. И последнее. Уничтожить 7 раз гусеницу на машине противника в одном бою. Получите стингрея барабанного. Да, да, да. Вот так. Теперь следующее. При этих выполнениях этих миссий, ребят, у вас накапливаются очки опыта. То есть, к примеру, вот миссия, которую я там, ну, к примеру, не выполнил. Или вас не получается выполнить. Просто если у вас накапало 150, вы можете ее выполнить. Или задонатить за бабло. Ну, конечно, я не буду донатить, что я сейчас набью эти. Поэтому прошу вас, чтобы вы вот эти очки тратили только на самые, просмотрели миссии, на самые жесткие миссии, на которые вы не можете пройти. То есть, это один из моих вам советов. Вот. Следующее. Что у нас есть? То есть, в принципе, я говорю, вы донатить не можете. Есть еще такая тема, как мини-игры. Переходим в мини-игры. И у нас есть черный странник. Вот, ребят. Сканировать его. То есть, вы насобирали вот опыт. И сканировать за 5 штучек можете область. И что-то, как говорится, выиграть. Ну, я в гробу видал. Играть я там ничего не буду. Мне это неинтересно. Автоматы. Вот такая тема, как с лутбоксами, вообще мне не нравится. Дальше. Склад припасов. Здесь вы можете выиграть Меркау. 2D, ребят. 3D, 4D. Там без разницы. Брем статус. И вот это все, что вот здесь есть. Но уже открыть ящик такой за 60. То есть, я лично тоже не буду. Не хочу. У меня нет желания. Сектор удачи одна из самых классных тем, которая здесь есть. Но я тоже в нее, опять же, не буду играть. Потому что для запуска колеса сектора удачи нужна фишка Кортеза. Получить фишку можно за движение 37 уровня спецоперации. И вы можете, вот, смотрите, здесь половина танков, половина, короче, нету. И вы можете выиграть, а можете нихрена не выиграть. Я знаю, что один чувак приходил к Нокчаву за настрим и выиграл челленджер Фалькона БТ 8 уровня. Ну, просто, скажем так, повезло. При этом я лучше бы эти фишки тратил бы на, 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 и вообще вот это все. На прохождение миссии. Посмотрев миссии, я, честно скажу, я не сказал бы, что прям сложно. При этом здесь будет одно из положений классных, что люди, которые играют в ПВЕ, смогут и погонять и в ПВП, и у них какой-то скилл появится. Потому что надо обновлять каток, надо еще что-то. Ну, как бы такие миссии, которые, в принципе, можно выполнить. И не за раз там 20 тысяч урона набить в одном бою и все остальное. При этом какая-то информация, какая вас интересует, ребят, вы можете вот здесь. Вот здесь почитать информацию и все остальное. Ну, в общем, все советы, ребят, я вам дал, что, как, куда, зачем, все рассказал. Донатить, как бы, никто не заставляет вас. Все это можно своими руками пройти. Ну, а кто кого бы было до хрена, то милости просим к донатику Mail.ru. На этом, ребят, все. Если было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. Стараюсь для вас. Так что, всем удачи, пока, здоровья. Пока-пока-пока. Удачных прохождений в миссии «Черная».